Всем привет, на связи МК. Многострадальный модуль наука сошел с ума, запустил движки и развернул МКС. Шпионское ПО по всему миру следит за смартфонами и защита iPhone здесь не поможет. Качество интернета в России может резко ухудшиться, а новые процессоры AMD лишатся ножек. Об этом и другом сегодня в рубрике «Что там в IT?». Приятного аппетита! Поехали! В последние годы слово «Роскомнадзор» стало в интернете ругательным. Все мы помним историю с Телеграм, ковровые блокировки, положившие половину рунета, и замедленный твиттер. На этот раз они решили заблокировать DeviantArt. Это очень популярный сервис среди художников и иллюстраторов. Все как обычно. Там нашли разврат, наркотики и хентай. Роскомнадзор вынес владельцам сайта последнее китайское предупреждение. И если они не удалят противоправный контент, художникам придется освоить VPN. И это не единственная блокировка от Роскомнадзора. Видели последний трейлер русского Fallout Atomic Heart? Нет? И не увидите. По крайней мере на YouTube. В нем звучит песня «Музыка нас связала» группы Mirage. И хотя создатели игры купили права на эту песню, как оказалось, переработку фонограммы должен был одобрить лично музыкант. Основатель Mirage Андрей Летягин считает, что студия решила сэкономить и добился блокировки трейлера игры. Теперь вместо всемирной известности песня будет звучать и дальше только в домах культуры. В одном из предыдущих видео, ссылочка будет в описании, мы рассказали, почему современные техпроцессы не имеют никакой привязки к железу. И это развязало руки маркетологам настолько, что они разучились считать. На днях Intel рассказала о своих будущих процессорах и техпроцессах. И теперь новейшие 10 нанометров будут называться Intel 7. Да, не 7 нанометров, а просто 7. А следующим техпроцессом, который раньше должен был называться 7-нанометровым, станет Intel 4. Следующим идет Intel 3, а после него нет ни Intel 2, не угадали, Intel 20A. Теперь AMD-шникам будет нечем крыть. И это хороший повод еще раз напомнить о том, что название техпроцессов никак не отражает физических характеристик транзисторов и придумываются чисто из головы. Поэтому смотреть нужно не на мифические нанометры, а на вполне реальные тесты производительности и тепловыделения. Новые названия техпроцессов не только лучше выглядят с точки зрения маркетинга, таким образом Intel плавно подвела нас к новому дизайну процессоров с разнородными ядрами, малыми и большими. Процессоры 12-го поколения станут первыми решениями на техпроцессе Intel 7, том, который 10 нанометров. Более того, они станут первыми процессорами на рынке с поддержкой новой памяти DDR5. А один из крупнейших производителей оперативной памяти SK Hynix обещает, что проблем с дефицитом DDR5 не будет. Вместе с новой ОЗУ нас ждет и новый сокет Intel LGA1700. Фото топовой платы с ним уже засветилось в интернете вместе с любопытным сообщением. Производители материнок выступают против Intel, и все дело в том, что компания активно продвигает новый 12-вольтовый разъем питания вместо старого 24-пинового. Производители материнских плат не хотят заморачиваться и желают оставить 25-летнюю классику, ссылаясь на том, что пользователям придется покупать новые блоки питания. Какие они заботливые. Новые Intel 12-го поколения выйдут уже в сентябре. Про текущее печальное состояние российской космонавтики не говорил только ленивый, и радует, что Роскомнадзор пытается это исправить, правда, не всегда удачно. Итак, перед вами модуль «Наука», который очень похож на «Зарю», первый блок МКС, запущенный в космос еще 20 лет назад. И он не просто так похож, его начали создавать еще в 95-м году как дублера в случае непредвиденных ситуаций. Но так как «Заря» отлично себя показала, то в 98-м на 80% завершенный модуль прекратили доделывать. Вспомнили о нем в 2004-м и решили использовать в качестве расширения российского сегмента МКС с запуском в 2007-м году. В дальнейшем запуск переносили на 2009-й, потом еще дальше, «Науку» постоянно дорабатывали, а в 2013-м году в ее трубопроводах вообще нашли опилки. Короче говоря, перед нами очередной классический долгострой. И вот 21-го июня «Науку» запустили. И он даже не пополнил группировку подводных спутников России. Правда, там были какие-то проблемы с движками, но все равно через 8 дней ее пристыковали к МКС. И, пожалуй, на этом можно было бы закончить рассказ с победой Роскосмоса, если бы не одна проблема. Уже после стыковки «Наука» запустила движки и успела повернуть МКС на 45 градусов. Чтобы не допустить ситуацию с вращением из «Интерстеллара», пришлось с другой стороны включать движки модуля «Звезды» и пристыкованного «Прогресса». Сообщила об этом НАСА. При этом Дмитрий Олегович посоветовал не слушать дебилов, хотя космонавт Олег Новицкий подтвердил, что движки реально работали. К счастью, их удалось усмирить, и станции уже ничего не угрожает. Получилось отделаться лишь потерей части топлива. Космонавты уже вошли в модуль, а Илон Маск поздравил главу Роскосмоса с успешным завершением миссии. Дмитрий Рогозин в ответ написал «Спасибо большое и тебе наилучшего пожелания, Илон». Дмитрий Олегович, пользуйтесь переводчиком Яндекса. Он лучше работает. Мы живем в эпоху ремейков и ремастеров. И это неудивительно. Выросло уже целое поколение, которое не играло в оригинальный Resident Evil, Half-Life или Mafia. Конечно, никогда не поздно наверстать упущенное, но все же далеко не каждый согласится играть в проекты прошлого тысячелетия. Не осталось в стороне и EA. Компания анонсировала переиздание Dead Space. И да, это именно ремейк Деда под Спайсом, а не ремастер. Иными словами, нам обещают не только красивую графику, но и изменения в сюжете, новые локации. В общем, вернуться на Ишимуру будет интересно не только новичкам, но и олдам. Тем более нам обещают первосортный ужастик с отличным музыкальным сопровождением и игрой света и тени. И хотя дата релиза ремейка Dead Space неизвестна, можно точно сказать, что графикой она порадует. Будет использован движок Frostbite, который мы знаем по серии Battlefield. Ты что, радует? Консоли предыдущего поколения поддерживаться не будут. Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Многие, забыв дома свой айфон или топовый Xiaomi, чувствуют себя как без рук. Они спят с нами, внимательно нас слушают, а многие сейчас смотрят ролик именно со смартфона. И тем страшнее звучит новое журналистское расследование, проведенное 17 организациями и подтвержденное Сноуденом. Спецслужбы как минимум 10 стран в мире используют ПО Pegasus, которое позволяет взломать любой смартфон в мире удаленно и получить с него нужную информацию. Историю звонков, фото, сообщения, контакты, можно включить-выключить камеру и микрофон. И безопасных смартфонов нет. Под ударом даже защищенный айфон. Pegasus, разработанный в Израиле, предназначен для слежки за особо опасными преступниками и террористами. И доступна она только государственным органам власти. Но, как оказалось, следили за политиками, журналистами, активистами и другими интересными людьми. Было взломано как минимум 50 тысяч смартфонов, причем даже таких защищаемых персон, как министров и глав государств или крупных компаний. По этому случаю президент Франции решил сменить не только смартфон, но и номер телефона. ПО юзали 10 стран, в частности Азербайджан, Казахстан, Венгрия, Индия и Эмираты. России в этом списке не оказалось. У нас работают другими методами. В последние годы все прям за природу и многие государства начали двигаться в сторону солнечной энергетики. Частные дома и прочие хозяйства начали ставить себе солнечные панели. Но есть одна проблема. Чтобы добыть сколько-нибудь большое количество энергии, нужно застелить большую площадь земли. И использовать ее по другому назначению уже не получится. Такая проблема особенно остро стоит в развитых странах с небольшой площадью. Например, в Сингапуре, где ЦОД стали потреблять уже 10% электричества, что заставило правительство ввести мораторий на постройку новых IT-центров. И решение этой проблемы было найдено. Плавучие солнечные электростанции. От них одни плюсы. Во-первых, не тратят землю. Во-вторых, лучше охлаждаются и работают. А в-третьих, предотвращают испарение и потерю влаги. В Индии уже начали покрывать каналы аналогичными солнечными панелями. А с учетом того, что их цена постоянно падает и электричество получается дешевым, недалек день, когда просторы Тихого океана будут бороздить плавучие электростанции, возможно, вместе с фермами для майнинга. Возможно, для кого-то это будет сюрпризом, но интернет в России быстрее и дешевле, чем в большинстве стран мира. Правда, скоро это может закончиться. Все дело в том, что начиная с 2019 года для стабильной работы Чебутнета, Роскомнадзор предоставлял провайдерам технические средства противодействия угрозам. Говоря простым языком, черные коробочки, которые встраиваются в сеть и анализируют трафик. И если раньше за покупку, апгрейд и поддержание работы отвечал Роскомнадзор, то теперь с новыми поправками это переложили на плечи провайдеров. Кроме того, если планируется расширение сети, то разрешение на расширение и закупку новых черных ящиков нужно брать снова у Роскомнадзора, и те могут его отклонить. Поэтому неудивительно, что в своем заключении к новой поправке, МТС считает, что это приведет к ухудшению интернета в России. Помните шутки про то, что процессоры Intel бракованные, потому что у них нет ножек? Так вот, скоро это станет историей. В сети засветился новый сокет AMD, AM5, в исполнении LGA, то есть ножки будут в самом сокете, а на процессоре только контактные площадки. Все как у Intel. Количество контактов в разъеме 1718, для сравнения у AM4 их 1331, и увеличение их числа нужно для работы с памятью DDR5 и возможности подать большее питание процессору. Собственно, будущие процессоры Intel, Elder Lake, получат схожее количество контактов 1700, однако если Core 12-го поколения будут прямоугольной формы, то будущие Ryzen сохранят квадратную. И хотя платы на AM5 появятся позже, чем решение Intel на LGA 1700, позиция AMD сейчас сильна как никогда, так акции компании побили исторический максимум, и этому много причин. И отличные показатели второго квартала, и рост продаж Ryzen, и отличные результаты в серверном сегменте, и ослабление Intel. Конечно, AMD до конкурента по капитализации все еще далеко, но укрепление конкуренции в первую очередь хорошо нам, обычным пользователям. Больше интересных и свежих новостей ищите в нашем паблике ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Меня зовут Михаил Крошин, это была рубрика «Что там в IT?». Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч. Dead Space, вспомню, я курсант военного училища, какой там второй или третий курс, у меня маленький такой нетбук, ночь, все спят, темнота, и я играю в эту игру, и мне жутко страшно. Буду ждать ремейк. Будем ждать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова